В общем, вот видите, бал обломил как? Оба цилиндра упали. Крылья поломали. Кроштень, точнее, под крылья. Это я типа двигатель, да? Гужу, гужу. Приветствую тебя, мой зритель. С тобой Сергей Корнеев и канал Будни Таркториста. Кваковывающая музыка. На пруду лягушки квакают. Я думаю, моему другу Евгению не скучно дома ночью. Если окно приоткрыто, то, блин, в 100 метрах от пруда очень хорошо слышно ихние пения. Самое интересное, они замолчали. Когда я пошел по плотнению, они замолчали. Ну что, 27 мая? Суббота. Идем на работу. Как и уже на протяжении наверное, двух месяцев. Идем к 7 утра. погода испортилась. Пасмурно. Капает мелкий дождик. Вчера была гроза. Ну, я ее так не заметил, как громыхало. Где-то, где-то молнии били, но дождь прошел. Но опять-таки, испортилась она нам во благо. То есть мы кидаем удобрение, нам это на руку. Конечно, если бы вылил бы хорошенько, что в бороздах вода стояла. Конечно, это не во благо. А вот именно какой прошел, такой сверху подномочивший корочку земляную. Это вполне классно. Так что сегодня разбросаем 8 тонн добрей, нигде. Они точно будут у нас в земле. Они испарятся на солнышке. Тем более, там планируют лететь по рапусу, который только-только взошел. Который там показал 2-3 листочка. Так что он особо не затеняет, как ячмень первых сев. Рапус достаточно мелковатый. Ну, ладно. потихоньку пробираюсь к гаражу. Он и так уж далеко от меня находится дом. Там 700 метров пройтись. Где-то порядка 7-8 минут ходьбы. Венды? Да. Добрение водишь? Нет. Все, я вчера отработал. Работать, не работай. Там масса сухая. Ну, он все, утекает, Олег. Ну, она в русском текет, да? Да, она прямо остановится. Там луж такая. Там сальников гужом идет. Ее раскатывать опять надо. А, деньги? Да. Ну, поршневую меняли. На менярь поршневую. Какого сапун хуярли? Два года назад меняли. Да недавно. Ну, не два, год-три. Ну, как хули, одну кассетку поставить ее, блядь, весь год нахуярли. Ну, давайте, побыстрее, там Олег, слышь? Домой надо. На рынок еще надо успеть. Да, мне самому на рынок надо. Да, я пошутил. Ну, я просто про тебя, я так подумал. А сколько там? Тебе на рынок не надлев? Нет, нахуярли. Пусть, не мешкок. Пусть. До обеда. До обеда, да. Да не раньше. Ну, там вроде, это, пахнет так, Олег, там не так должна треска быть. Да нет, это нормально. Там пахнет на посадку как раз, не поперек. Поперек, хватать. Так что тебе все нормуль будет. Да я, хорошо, вот этот пятначок посевее засеял. Что, блядь, уже раньше приезжать? Почему? А служить трактор, блядь. А ты один кидаешь, да? А с кем? С кем, может, кто еще? Нет, почему? Максим и Серега. Нет, трактор-то один с кошелкой. Почему? У тебя и трактор, и король. Все это нормально. Да, не упал. Я его оторвал нахуй, вообще он заебал, а бошку долбит, блядь. Спонсор сегодняшнего показа, завод и производитель сельхозтехники и запчастей Агроресурс. Это молодой завод, основанный в 2011 году и успевший завоевать рынок качеством и лояльным отношением к потребителю. Модальный ряд выпускаемой продукции регулярно обновляется и расширяется. На данный момент компания производит и реализует зерновые механические сейлки, универсальные пневматические сейлки, культиваторы для междурядной обработки, луги навесные, широкозахватные, борно-гидравлические, сцепки, боро, а также запасные части на данную сельхозтехнику. Подробную информацию о продукции компании Агроресурс можно узнать на их сайте, а увидеть технику в работе на их ютуб канале. Ссылки в описании под видео. Ну что, Алексей, расскажешь. Менчик-то мокнет. Куда-нибудь склад загнал бы. Повольцы. Да что, ребят, приехали. Дождь, дождь вхуярил. Затяжной, обкладной. Все обложило. Два куля раскидали и все. Ошибетки лететь начали. Так что на сегодня работать не получилось у нас. Думали, докидаем. Ну что, теперь след видать? Охуительно. Особенно после меня. После тебя теперь след точно видно. Вон на этих на ступеньках лягкие ошметки. Да, конечно. Да уж. Ну не повезло, так не повезло. Что поделать. Зато зарплату получили. Сегодня 27-й, конец месяца. Это тоже приятно. 6 тонн осталось. Е-мое, мы так кидать будем, блядь, еще херда сколько. Итак, у нас сегодня рабочий день подошел к концу. 9 часов утра. Еду на УАЗИКе домой. И по счастью в 10 погоню УАЗИК в оптосервис. На диагностику. И у нас он... При нажатии на педаль газа и наборе оборотов, он начинает захлебываться. Троить начинает, нестабильно работать. Динамики. Вообще... Нормально работаю. Никакой. Вот. Слышите? Газ нажал. А он весь в бубне. Работает как-то нестабильно. Так что поедали. Один раз уже ездили, но... Что-то нам диагностировали не то. Какой-то датчик показала. Но не подачи купили, и ничего это не помогло. Так что к 10 часам через часок поеду. Ну, а с вами прощаемся до... Понедельника теперь. Есть погода бы нормальная. Начальник троих ребят вызовет. Максим Сергеевича, Олега Леонидовича, Серегу. И они докидают ей оставшиеся 6 тонн. Ну, а мы в понедельник уже квасили. 7 до аж по часам, да. Забираться будем на работу. Все на этом. Все я хотел. Дворники. Пойдемте, отдохнем немножко. Приветствую тебя, мой зритель. 29 мая. Понедельник. Время... Аж прям для меня странно, но... Начало 8-го. Сегодня идем к 8 утра. Уже в течение двух месяцев мы работали к 7 утра. Подходили на работу. А это к 8. Так что я теперь на час больше высыпаюсь. И, собственно, дождь, блин, и льет. Периодически, я смотрю. Перед тем, как выйти, мы жил. Сейчас тучки прошли. Ну, пасмурно, ветрено. Погода достаточно холодная. Чем займемся, не знаю. Но сегодня должны быть вроде бы как бы все члены хозяйства. Ну, что, УАЗик. Сгонял я в субботу в сервис. Собственно, подсоединили. До этого тоже гонял Олег Леонидович его. Когда нам подсоединили к компьютеру, показал то, что не работает датчик воздуха. Датчик воздуха мы два заменили. Ничего не изменилось. В этот раз приехали. Датчик воздуха теперь работает. Но машина как при подаче топлива. При подаче... Чего? Выгонять, Петр Исказал. Как он не работал, так и не работает. Тут нормально. Газу даешь, а он весь душится и троит, короче. А вот, кстати, Лехи, сталкера батя. Пошел. А это Александр Петрович. Александр Петрович женат на сестре Лехиного батя. В общем, сказали, мы теперь на УАЗике форсунки. Ездили со сторожем, дядь Коля, за водой, за питьевой. И мы приехали на работу с Петровичем вдвоем. А тут проскочи наши химики в поле. Не знаю, что они там опрыскивают. Когда ветер и дождь идет. Но... А не там. А Максим Сергеевич и вся бригада, которая участвовала на РАЗ-бросе удобрения, они сегодня выходной, они кидали вчера последние шестьсто. Поэтому мы с Петровичем сидим вдвоем на базе. Незачем мы сейчас с ним будем делать. На улице, конечно, дубак. Плюс шесть градусов. Дождь мелкий идет. И прогноз сегодня гораздо стоит. Плюс шесть градусов. Мы разбирались с УАЗом. Смотрел свечи, какие у него нормальные, ненормальные. Свечи все нормальные, беленькие. Без нагара. Сухие. Но один провод высокое напряжение. Сколпака выскочил. Весь окисленный внутри. И он как бы там особо не контачил хорошо. Хотя под свечи никаких признаков нет. То, что он работал плохо. В принципе, на нормальном состоянии. Ну, один фиг. Начальник поехал за новым проводом. Так что сейчас вот на третьем цилиндре провода нет. Сейчас привезел, поставим. Далее не знаю, что делать будем. Еще мы с Петровичем ездили за валом от комбайна Нива. Вал толстенный. Привода молотилки, в общем-то. Ну, вал, наверное, который сдвигатель идет. Скажем так, на четырехрущевый шкив на ИСК 5 Нива. У Максима Сергеевича вчера обломило вал на цилиндры. На подъем. На ТО-30. Уже в который раз. И вот сейчас опять мы этот вал привезли. Опять будем делать теперь. Сегодня выходной, Максим Сергеевич. Так что мы сегодня без него ездили. Бал привезли. Теперь дело за ним. Поснимать там не удалось. Дождь лил. И мы с Петровичем там все в тропях, блин. Чтобы не промокнуть. Хотя, посмотри, мы там было чего, блин. В силе в этом. И мы там еще не раз с вами не были. Там наша Нива стоит зеленая как раз. Гусеничный 150-й. С восьмеркой Яймзовской. Два 150-х. С восьмеркой Яймзовской турбированные, блин. Такие тоже кустарные, такие демоны, блин. Ну нормально так сделано. Самодельно выведены глушители вбок. Сваренные из ресиверов под воздух. Из баллонов сбоку тоже выведены на крыльях воздуха на воздухочетеле. Так интересно тоже. Мастодонты. Ну не до этого было, реально не до этого. Потом Ачан приехал, блин, там. В общем. Ладно, надеюсь, не последний раз живем. Так что как-нибудь посмотрим. Ладно, пойдемте пока посидим. Ветрище там, конечно, ураган вообще бешеный. Уазик качает аж. Вот стоит уазик, его покачивает. Жесть. Ну и сам балл вон. Вообще жесть. В общем, вот видите, вал обломил как. Оба цилиндра упали. Крылья поломали. Кратштейн тачи не подкрыли. Надеюсь, меня слышно. О, видите. И он, видите, какой-то вот неполноценный вал. Хотя хер его знает. У него, видите, вот эти места. Тут просверливается, чтобы болт стопорил, он не крутился. И здесь вот видите, они ржавые такие, в края. Черт его знает. Но со стороны то же самое. С этой стороны совершенно все агентично. С лидерами упали. Ну и Максим Сергеевич добирался, видать, с поля. Таща ковш просто волоком. То есть опущенный. Вот он след. То есть задом он так и ехал до суда. Ну, кидали они было здесь недалеко. Прямо вот за этим полем, за зеленым, здесь пока маяк. Так что доехали. А это Михалыч приехал. Привезли его новый красный провод высокого напряжения. И, собственно, я проехал. И он больше не троит. И нормальная у него динамика, и разгон. Может быть и правда. В колпачке контакт был плохой. И вот он на трех цилиндрах все работал. Форсунки открывались. Давали, может, давление топлива в цилиндрах достаточно хорошее. И в одном цилиндре топливо просто не сгорал. Потом все выравнивалось. И, в принципе, вроде бы на оборотах искрубушь пробивала и подавала уже в дальнейшем более-менее. А вот именно на низших оборотах, возможно, она и не додавала. Ну, не знаю. Поездим, посмотрим. Вот на третьем цилиндре. Сейчас, правда, другой стоит. Будем наблюдать. Время же к обеду. Так что, сейчас поедем. Идем на обед. А с обеда нас совсем дома останемся. Чего мы с Петровичем вдвоем остались на сегодня? Опрыскиватели ребята приехали. Трактора перегнали. Ветрища ураганы. Какой там опрыскивать? Естественно, их отпустили. Ну, и мы с Петровичем немножко поработали. Плачь на туее. Приветствую тебе, мой зритель. Сегодня у нас 30 мая. День недели. Понедельник. Начало 9 утра. Уже в работе. Кто-то разъехался. Поехал к своим опрыскателям смотреть, обслуживать. Мы занимаемся и помогаем Максиму Сергеевичу с ремонтом погрузчика ТО-30. У которого обломился вал крепления гидроцилиндров. У нас вчера прошел охрененный ливень вечером и в ночь. Вот слегка сейчас подсыхает асфальт. Но, по сути, все в лужах. Ветрища вчера был сильнейший. Но это отголоски московского урагана. Может быть, кто-то вспомнит. Ибо я все-таки транслирую вам из прошлого относительного. Так что кто-нибудь вспомнит. С пальцем опять поехал. Так, занимаемся ремонтом погрузчика. Ой, я тебе ехал. Зачем? А что грузить-то? У нас что-то есть? Может, асфара. Я тоже не знаю. Держи. Леонидович поддержит лучшую. Петры, а ну все. Рука, ты возьмешь? Нет, ты что-то ее нагрел бы до красного. Все? Все. А дальше что, болгарочка, да? Потом дребью. А может, не на вал попадает? На вал попадает, заебись. Ну, сейчас они это выбьют, нах, старый. Еще мой вал есть с культиватора. Какой-то просто дольше горько на север держишь. Два, два, два. Один. Маркер, две, один. А с вами все четко. Ребята уехали на вторую базу точить на токарном станке резьбу. Подвал с торца должна быть резьба, чтобы шайба ее прижала. А именно, прижала цилиндр с обеих сторон. Потом мои приедут, будут еще просверлить дырки. Я не знаю, на сколько, блин. Миллиметров, наверное. Ну, 14, наверное. Может, даже побольше. Под болт. Чтобы вал весь не проворачивался. То есть вал весь сквозной идет. Ну, ждем уже. Их давно нет. На месте, он говорит, на месте сверлю отверстие. Это уже процедура не первая у Максима Сергеевича. И вот, в общем, такое загогулино происходит. Ну, тут вообще уже все старенькое. Все переваренное, блин. Вся эта навеска, погручка, она уже, конечно, потерпела на своем веку. Очень-очень много всего. И торец весь переваренный, конечно. Куда пошел? Водички? С утра и водичку уже пьешь. А, боже, день чего? Так, приехал Максим Сергеевич, а я пошел все-таки экспериментировать. Экспериментировать с растяжками на жесткую сцепку, на жесткую сцепку именно гидрокрюка, фаркопа. Вот эти два пальчика, которые вот сюда будут крепить одну из сторон, вот эта растяжка. Здесь у меня, видите, электрод. Вот надо бы найти вот таких вот булавок и закрепить. Потому что, ладно, здесь. Здесь, в принципе, я их снимать не буду, они так и будут висеть теперь у меня, по сути. Ну, если не переделать, подплох у меня, конечно, навеску. А вот сюда, конечно, желательно уже вот найти вот именно такие быстросъемные. А то здесь были у меня вот такие вот шплинты. Ну, такие, как разгибать, а там пассатижи, тянуть, ну, не очень, конечно. Так что, надо где-нибудь полазить и пускать. Все-таки я не удержался и поставил пальцы, закрепил ее. Вот она сейчас жестко, то есть, видите, рычаги болтаются, то есть, и весь гидрокрюк, фаркоп держится как раз вот этих вот растяжечках. То есть, вот так вот это выглядит. Ну, шплинты держатся, в принципе, тоже хорошо. Выскочить они не должны. В общем, в общем-то, как-то. Вот, когда жопу почистить надо опять соломы в ней куча, блин. Может быть, как-нибудь досуге вымыть попробовать. Ну, эта бочка есть полная, не знаю. Опять-таки, все надо выгребать. Весной выгребало, и вот сейчас опять то же самое. Все летит. Вроде бы, крылья широкие, но... Солом-солом набирается там. Чего, Лех? Сейчас чуть-чуть будет. Нам был везти, нахуй. Ехали, по-моему, блядь. Иваныч, в Ряжску ехали. Ладно, завтра. Я же промолчу. А как она хоть? Поедет это отверстие? Похуй, важно. А то, может, новый перс везет. Другую, ну, прохуй. А так, посередку дай его закрепить. Он может, тут не замолчится. Да нет, поедет, Радубан, идти повезет. Кого повезет? Идти. Идти. А, он там нужен, да? Да. Тут он проебет. А-а-а. Логично. Логично. Этот бородок бурит, этот же еще куда-нибудь, блядь, пойдет. Да-да-да. Квадратик, кстати, большеват, блядь. Вот, Павел, что там задание кидал. Угу. А, блядь, да, лёд. Вот там возьми, по сиденьям, в салоне. Почему такие? Потому что валы были. Блины? Да. От гантели. От гантели, блины. Что, привезли, Олега, синхронизатор другой. Это вот бушный синхронизатор, у которого вот здесь вот поломаны зубья. Ну, вот внутри часть зубьев есть, а здесь вот часть зубьев нету вообще. 35 рублей. Ну, 35 и еще 3 нуля. По нашим меркам деревенским это... У кого 2, у кого 3 зарплаты месячные. Запчасть стоит. Да уж, немало. Ну, вот. Дела пошли, да? Ну, да, вот теперь, видишь, научился. А, понял! Может, Лёха соберет тебе ее? Да, охуял. Это было добрый, сводил бы. Стероп, потяни на себя. Хватит? Все, чуть-чуть. Хорош. Все, на место? Еще, назад? Хорош. Сейчас, обожайте сюда. Ага. Готунки. Давай. Чик, подщипники. Подщипники. О, Олег, мы с вами сейчас на пары с тобой поедем, блядь, еще на следующей неделе. А может, на этой уже, блядь? Куда? На пары. На пары? Да. На пары таки. Ну, да, я тут до плотину даем. Да хуел. До базы, до второй, да? До Шкуринска доехал. Там регулировочный тоже, да? У-у-у-у, а как ты давай? Зачем? Вот эту. Это еще попасть на правильный. Может, раз я попали до неправильного. Там их два база, блядь. Ставили до них, тот на хонку затягивал. Да. День себя в какой-то. Вытащи. Кого? Куда сюда? Брос вам. Все, еще? Не, почему? Он лезет. А это? Пошли, туго. А ты что, не увидишь отсутствие, когда вылезет пас? Хуелый, два, не, блядь, отсюда торчат они обои одинаковые. Один длинься, один меньше. Тут должно просвещать шутка про хрусталик обычно. Да, блядь. Тогда это, вытаскивать, нахуй, паршинник, вытаскивать. Все, снимаем. У-у-у, красота. С бумажкой? Потекет. Сделано в России. Паранит российский. Это, а у них несовместимость с белорусской коробкой будет. В российскую паранит. И вам звонить надо, чтобы он белорусский проедет вез. Творческая работа. На мост мне крышка больше нравится. Все равно, блядь, надо тут на меня. Ну, тут вот литье одно, чего стоит. Под рычаги все это сделал. Подожди-ка, может приподнять это? Да, блядь. А так, хочешь, включишь, наверное, Олег. Может, приподнимаетесь. Видно там что приподнимает? Видно, на вон где-то. Вон, видишь, верится. Видно, ведь она далеко, блядь. Далеко. Надо передвигать, наверное. Там ползунок передвигать. Вот туда его. Там светить чем-нибудь надо. Не видно, не хвали. Ну, это сейчас что-то. Ну, все, Олег, надо. Задравить и попробовать чуть-чуть. Да все. Лешим, попробуй. Задравить болтами. Да и попробуй пошевелить. Валпу крутить нахер, попробуй включать. Прокладка будет сломаться. Прокладки нет сейчас она. Ну, еще вот отвертчик дышит. Чик-чик. О, все. Ты молоток опять был. Нахуй потом на скорость все будешь втыкать, блядь. Я все там, что срываешь, нахуй. Что, молоток отборит, да, Олег? Да. Это я, типа, двигатель, да? О, гужу, гужу. А я в ту направление еду, не в ту. Ты там, смотри, скорость повышается, Олег, с другой стороны. Ну, че, Олег? А повышь, пониженную буду включать? Что я медленную? А вот этот вот. О, неинтересно. Что это за скоростью наху? Все, завтра поставим. Кабину, мост. Ну, че, пальчик на место. Доставайте. Блядь, до кабин, мелочевку, увы. Да. Собирать. Ну, че, пять часов вечера. Крышку прикрыли. Коробку закрыли. Завтра будем ставить и собирать Олегу постепенно трактор. Ну, уж как-то, что получится, не знаю. Будет, наверное, здесь, чем-нибудь выйдет из него. А так, на сегодня все. Кстати, опрыскавители и все-таки задействованные на этой операции не пришли с обеда. Они сейчас раз в пять поедут опрыскивать. Так что у них работа опять возобновилась. Ну, а пока на этом все. Всем пока. Пока.